Собака друг человека. Она издавна рядом с нами. Круг ее обязанностей очень широк, а на протяжении последних двух столетий она стала настоящим помощником в охране общественного порядка. В нашем городском округе есть кинологическое подразделение ОМОНа Зубр, Центр специального назначения Росгвардии. Уникальны эти подразделения тем, что в них несут службу и люди, и их четвероногие помощники. Они обнаруживают наркотические и взрывчатые вещества, берут след во время розыска преступников, охраняют безопасность людей на массовых мероприятиях, несут караульную службу на объектах самого разного назначения. Все это возможно благодаря мастерству, самоотверженности и трудолюбию профессиональных кинологов. Профессия очень трудоемкая, требует очень много времени, на самом деле, если ты подготавливаешь собаку с нуля, так скажем, с щенков, и хочешь добиться каких-то высоких результатов. Терпение, труд большой, труд действительно. Готовить собак к их очень серьезной и ответственной профессии начинают с раннего возраста, так, чтобы постепенно росло мастерство. Это делается в игровой форме, без нажима, используются всевозможные очень непростые методики. Кинологическая группа ОМОНа Зубр Росгвардии имеет разыскных собак различных пород. Это восточноевропейские, немецкие и бельгийские овчарки. Одни из них умеют искать взрывчатые вещества, другие специализируются в несении караульной службы. Кинологи отряда совместно с сотрудниками инженерно-технического отдела выезжают по вызову на объекты, в школы, административные здания, в аэропорты, проводят обследование автотранспорта, багажа. В данной сумке заложены имитаторы взрывчатых веществ. Мы сейчас показали работу кинолога со служебными собаками на розыскной. Она сигнально поздно обозначила наличие пород взрывчатого вещества. В данном предмете вот у нас такие, значит, имитаторы. Вот здесь находится имитатор взрывчатого вещества. Кинологи отряда выезжают в служебные командировки, проводят инженерную разведку, участвуют в охране общественного порядка во время массовых мероприятий. Для каждого из них собака – это самый настоящий друг, о котором постоянно заботятся. К сожалению, собаки тоже могут болеть, могут состариться. И надо заметить, их стараются так же, как Мухтара из известного фильма, забрать домой на заслуженную собачью пенсию. Я говорю, как член твоей семьи. И потеря собаки, не дай бог, конечно, это очень страшно. И когда говорят, что нет собаки, нет собаки, возоведи другую. Нет, это все, это часть души своей теряешь. И вот мы ради этого, как сказать, был установлен памятник в память всем служебным нашим собакам. Здесь в подразделении гордятся и ветеранами кинологической службы. Очень тепло вспоминают о майоре полиции в отставке Анне Владимировне Верченко. Кстати, для своих служебных питомцев у себя на дачном участке она создала удобное для проживания собак пространство с вольером, местом выгула, где овчарки могут доживать свой срок комфортно. В отряде нам показали множество медалей, кубков, дипломов, которые были получены на соревнованиях самого высокого уровня – всероссийских, общоармейских. Некоторые из этих наград, грамот и кубков принадлежат служебным собакам Анны Владимировны. Она многое время уделяла своими собаками дрессировке и ездила на всевозможные выставки, соревнования, турниры и была награждена неоднократно медалями, кубками и почетными грамотами. В прошлом году российская кинологическая служба правоохранительных органов отпраздновала очень значимую дату – 110-летие со дня ее создания. Дислоцируемое в Щелкове подразделение ОМОНа Зубр Центра специального назначения Росгвардии продолжает славные традиции отечественных кинологов. Андрей Саханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.